Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий, и сегодня у нас необычное видео, это интервью с финансовым консультантом, это Костя Назаркин, ну мы с ним давно знакомы, поэтому я буду на «ты». Он является финансовым консультантом, и сейчас я хочу спросить у него, какова его деятельность, чем он занимается и какие продукты он предлагает людям. Здравствуй, Костя! Да, Юр, привет-привет, рад тебя видеть, всем тоже привет! Какие задачи ставят финансовые консультанты, ну для того, какие цели вообще этой работы? Да, это прекрасный вопрос, на самом деле финансовый консультант, так издалека начну, он зародился еще с 1916 года, естественно, за рубежом, и в России, вот мы несколько десятков лет, наверное, только это видим, поэтому все давно придумали, и это самое важное, что не просто это придумали, что это эффективно работает, да, есть такое слово, как «система», то есть оно больше всего откликается мне, больше всего откликается клиентам, с которыми я работаю, потому что у большинства людей такой некий бардак и хаос в финансах, и мы систематизируем, то есть я систематизирую с клиентами их финансы, и начинается, естественно, все вот с этого волшебного словосочетания финансовое планирование, да, здесь оба слова важны, причем, скорее всего, как мне это видится, исходя из десятилетнего опыта, я действительно уже провожу много лет консультации, и делаю людям результат, что все-таки планирование, оно даже важнее слово, чем финансовое, то есть поэтому начинается все, естественно, как и любой план, с целей, то есть я прорабатываю с людьми цели, у кого-то они есть, сейчас люди очень грамотные, кто-то читает книги по финансам, кто-то ходит на семинары, проходит какие-то курсы, то есть и в целом какая-то часть аудитории приходит уже с целями прописанными, у кого-то есть карты желаний наклеенные, у кого-то нету целей по-прежнему, вот, так что, да, мы с ними это прописываем, причем, как мы знаем, что цели отличаются от мечты тем, что цель, она оцифрована, то есть, ну, например, что человек говорит, я хочу, там, к пятидесяти трем годам иметь пассивный доход, там, шесть тысяч долларов в месяц, ну, давай, вот, подробно о целях, вот, какие цели, ну, как бы, рассматриваются? Да, цели, как мы знаем, цели бывают краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, вот, да, соответственно, есть даже некая такая, скажем, градация, градация, что от одного до трех лет это краткосрочные, кстати, некоторые люди почему-то думают, что краткосрочная, ой, долгосрочная цель это на полтора года, вот, это, да, 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 я рад, что ты смеешься, это значит, что мы на одной волне, да, приходят просто люди и говорят, Константин, у меня очень долгосрочная цель, мне нужно миллион удвоить за год, вот, я говорю, ну, это, это даже не спекуляция, это какая-то махинация, даже не знаю, вот, это точно то, чем я не занимаюсь, да, поэтому от одного до трех лет, не месяцев и не дней, это все-таки такая краткосрочная цель считается, от трех до десяти это среднесрочная, от десяти и выше это долгосрочная, вот, конечно, всегда лучше начинать с долгосрочных целей, как минимум потому, что их, как мы знаем, проще слона на кусочки разделить и потом как минимум декомпозировать и промежуточные цели поставить, вот, соответственно, и самое удивительное, да, зачем это делается, не только для того, чтобы человеку в очередной раз спросить, чего он хочет, а для того, чтобы подобрать ему профессиональный инструмент, профессиональный инструмент какой-то по цели, да, потому что, как мы знаем, существуют ликвидные и неликвидные инструменты, есть там долгосрочные инструменты с какими-то обязательствами, есть брокерские счета, которые вообще ликвидны в течение нескольких дней, там, или даже часов, да, поэтому это не такой незаурядный вопрос, да, цель, это очень важно именно для вас, да, вот, для тех, кто смотрит, для каждого из нас, да, если вы хотите действительно подобрать качественный продукт, инструмент, инвестицию, и даже неважно, сами вы будете инвестировать или с профессионалом это делать, ну, в общем, краткосрочные цели, долгосрочные цели, среднесрочные цели, естественно, обязательно идем в сторону ресурсов, ресурсов, то есть доходы-расходы, активы-пассивы, то есть, по сути, выстраиваем сначала вот эту пресловутую точку B, то есть, куда человек хочет прийти и готов прийти, причем, скорее, даже вот слово готов и намерен, оно больше подходит, потому что хотим, хотят многие, там, все, все есть сразу и желательно завтра или сегодня вечером, вот, а намерены что-то для этого делать уже далеко не многие, да, поэтому сначала четко понять, к чему вы готовы, ради чего вы готовы что-то сделать, а потом поднять точку A, ну, соответственно, доходы, расходы, активы, пассивы, то есть, может быть, уже какой-то есть инвесторский опыт или там опыт в банковских депозитах или в страховых компаниях, где-то еще. И вот моя задача, если прям в двух словах, это соединить точку A и точку B, то есть, выстроить маршрут, как в навигаторе, и подобрать конкретные, как нам Яндекс иногда выстраивает, то есть, где бы оптимальные сначала на такси, потом на самолете, потом на подводной лодке и вот прийти в точку B. Ну, точка B, она какая обычно? Это какой-то пассивный доход все-таки? Да, это прекрасный очередной вопрос, здесь опять люди разделяются, да, вот я буду так вот немножко уходить в стороны, потому что многие ждут прямого ответа, но по факту мы все разные, да, мы все разные, и поэтому личный финансовый консультант, это как личный диетолог, личный тренер, да, мы все разные. То есть, кто-то, например, работает по найму, начиная, кто-то бизнесмен, кто-то с опытом в инвестициях, кто-то без опыта по инвестиции, кому-то 18 лет, кому-то 69, кто-то консервативный, кто-то агрессивный. И вот даже, исходя из того, что я уже перечислил, да, там уже многое меняется при прочих равных. Поэтому, конечно, частая цель, частая цель, и она самая дорогая, да, мы сегодня можем даже посчитать ее, это пассивный доход, потому что что такое пассивный доход? Это большой капитал, куда-то вложен, сейчас даже неважно пока куда, да, и он приносит какой-то пассивный доход. Да, соответственно, но помимо этого, естественно, у людей, у которых есть дети, да, у них цель что-то сделать с детьми, и, вот, либо хорошо дать хорошее образование, либо, соответственно, просто дать старт жизни, может быть, там какой-то бизнес-курс или там платная, платная, там, или, там, если это дочки, ну, не знаю, может быть, приданная, там, свадьбу хорошую сыграть или квартиру купить. Ну, в общем, какой-то стартовый капитал для детей, это очень частая тоже цель. Вот, чем она, кстати, хороша, тем, что, если с пассивным доходом люди такие говорят, ну, может быть, хочу в 45 лет, может быть, в 59, то с детьми все понятно, им к 18 годам нужна чаще всего, то есть срок уже известен, уже легче. А со взрослыми неизвестен срок? А со взрослыми они вот начинают менять коней на переправе, вот, то есть, соответственно, то есть они, сегодня ты с ними встретился, они говорят, хочу в 55 выйти на пассивный доход, завтра они говорят в 50, потом говорят, ладно, я понял, 22-й год на дворе, давай, там, давай, там, я понимаю, что это будет теперь не так быстро, давай, пусть будет к 63, как там положено, от государства, ну, то есть они вот эту цель свою иногда еще меняют. И, кстати, в этом тоже нет ничего страшного, то есть финансовое планирование, есть хороший пример с пилотом самолета, да, то есть их там целых двое, по-моему. Да. Хотя, казалось бы, казалось бы, зачем они там нужны? Поставил, то есть это не железная дорога, не автомобильная, не даже теплоход, то есть все, в воздухе препятствий нет, поставил, вот, но они все равно корректируют, там, то есть все равно есть, возвращают, имеется в виду, возвращают вас на путь, подбирают нужный маршрут. Ну, вот скажи, пожалуйста, а в каком возрасте надо начинать заниматься финансами, в каком возрасте надо начинать планировать свои финансы, личные цели ставить и так далее? То есть я так понимаю, что надо пенсию обеспечить себе, это значит, ну, годам к 50 уже надо об этом задуматься, не так ли? Да, согласен. Ну, подожди, к 50 ты можешь начать что-то делать? Ну да, как обычно у нас люди, там типа, а какая у меня пенсия? Когда ему 50 лет уже, значит, он начинает задуматься, а какая у меня будет пенсия? И что-то как-то неуютно становится, и он говорит, надо бы, значит, сделать так, чтобы было там тысяч 5 долларов. Да, это чудесный вопрос. Естественно, ответ очевидный, я надеюсь, есть даже такой пример. Сейчас могу показать. О, кстати, давай сейчас покажу пример. Давай покажи, да, чтобы люди понимали, о каких сроках идет речи, когда этим начинать, потому что люди думают, ну, я еще молодой, у меня все впереди, мне это не надо. Да, ну, как я уже, ты очень правильно, на самом деле, вопрос, Юрий, задаешь. То есть, вот слово вот это не надо, его очень, я очень люблю немножко придираться к нему. Слово это не надо, это что? То есть, да, может быть, человек не задумывается пока о пенсии, но, скорее всего, значит, у него есть цель, там, переехать из 4-комнатной в 5-комнатную квартиру. Или у него есть цель, опять же, каждые 5 лет обновлять автомобиль. То есть, это же тоже цель, да, и это тоже требует денег. Да, и это все есть финансовое тоже, точнее, тоже финансовое планирование. А отвечая на твой вопрос про, есть такой просто прекрасный пример, про некого Вову и некого Диму, вот, уж тут, как хотите, можете думать, кто эти люди. Видно, да? Да, да, видно. На заднем фоне тоже должно быть видно. Вот, Вова, да, то есть, Вова в 17 лет, вот, ответ заодно на твой вопрос. Во сколько лет? Ну, у меня есть такой хороший кейс, пришел парень, ему там, что-то там, 16-17 лет как раз. Вот, и я всегда спрашиваю тебя, зачем ты пришел к консультанту? Он говорит, ну как, я задумался над чем? Я, говорит, понял, что я еще никогда в жизни не работал. Вот я сейчас устроился на работу, прежде чем получить первую зарплату. Вот, и я понял, что мне нужно понять, как ее распределять. Я понял, что этим занимаются финансовые консультанты. И вот, значит, нужно, прежде чем получить деньги, знаешь как, воспитывать ребенка, как мне сказали, нужно прежде, чем он родился. Вот, а не после того. Обалденно. То есть, в таком молодом возрасте к тебе пришел кто-то? Да, представляешь, вот, а в то же время мы с тобой каждый день сталкиваемся с людьми, да, которые, там, как ты правильно говоришь, в 48 говорят еще рано, а в 50 уже вот пора. Да, то есть, да, поэтому мышление, не зря говорят мышление богатых и мышление бедных. Окей, да, поэтому ответ на вопрос, не хочется говорить, чем раньше, тем лучше, но я бы сказал, вот с первой зарплаты. Сегодня. Сегодня, о, хорошая, да, хорошая японская, по-моему, поговорка, когда нужно, когда время сажать дерево, сегодня. Да, в общем, и вот, Вова, он пришел в 17 лет, 10 лет откладывал по 300 долларов, такая вполне себе сумма для всех наших, я думаю, зрителей подходящая, какой бы курс ни был, когда вы смотрите это видео. Да, поэтому по 300 долларов в месяц вполне могут люди, я считаю, откладывать. И через 10 лет он прекратил откладывать, прекратил, все, он уже молодец. В 27 лет он уже прекратил. И дальше просто за счет сложных процентов, там, если надо, мы об этом сегодня еще поговорим, вот, у него капитал работал с доходностью 10% в долларах годовых, но в целом тоже вполне реальная такая, без фанатизма доходность. Да, и у него получилось с 60 годам почти 2 миллиона долларов. Вот, а Дима, Дима такой говорит, о, я еще молодой, 17 лет, типа смеется над Вовой, вот, и он 10 лет ничего не откладывал, ну, потому что жить надо здесь и сейчас, там, развлекаться, девочки, там, у кого какие-то развлечения. Ну, денег не хватает всегда, да. Да, 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 в общем, да, и он не откладывал, да, и в 27 лет начал, он говорит, я начал, Вова уже закончил, а Дима только начал, вот, и дальше он 33 года откладывал, то есть Вова 10 лет откладывал по 300 долларов, а Дима 33 года по 300 долларов, и все равно он накопил меньше, чем, чем Вова, вот, то есть это к вопросу, когда откладывать сегодня, хороший ответ. Это как так и получается вообще? За 10 лет он накопил миллион 800, 10 лет откладывал? Не-не-не, за 10 лет он накопил 36, смотри, за 10 лет он накопил 36 тысяч долларов, но эти деньги он, просто он прекратил откладывать, но это не значит, что он прекратил инвестировать. Потом эти деньги инвестировались, просто они сами с собой инвестировались под сложный процент. Вот это да, прямо так получается? Да, ну можешь посчитать, конечно. Хорошо, да, ну я считал на самом деле. Ну да, да, я знаю, что ты считал. Ну в общем, да, люди, да, можете тоже там, калькулятор, есть, кстати, кто там, просто можете набрать прямо в интернете калькулятор сложного процента и увидеть, как там все у вас получается. Это вот, ну люди не понимают, я уже, я, я, у меня самое центральное видео, самое основное считается, это вот, что такое сложные проценты, я им рассказываю, люди, посмотрите, как это происходит. Ну вот очень хороший пример, вот про Вову и Диму тоже, кстати. Один откладывал 10 лет, а второй 33 года. Одну и ту же, так сказать, по одинаковой сумме в месяц они откладывали, а результат другой. Вот я про это, да, вот хотел у тебя и спросить, да. Ну да, ну вот если хочешь, можем прям конкретно представить сложный процент. Да, давай, прямо вот покажем, продемонстрируем. Вот, например, да, то есть в принципе вот даже, вот можете этот набить, можете любой другой. То есть вот, например, стартовый капитал, ну 300 тысяч рублей будем считать у вас у всех есть, вы же там с подушками. Срок инвестирования, ну возьмем 25 лет, я знаю, что когда я называю эту цифру, у кого-то есть желание выключить сразу звук, да, то есть потому что якобы это далеко и долго и так далее. Я на это всегда отвечаю, то есть согласен ли ты, что 20 лет все равно пройдет, хочет или нет. То есть это неизбежно произойдет. То есть просто, то есть что будет у тебя в кармане через 25 лет, это вот вопрос. Вот, а от того, что человеку неудобно мыслить на 25 лет вперед, это не значит, что они не пройдут. Ну окей, да, поэтому возьмем 25 лет. Ставка, я вот тут даже считал похожий пример депозита. Это вот тоже, кстати, есть четкое возражение, люди говорят, Константин, но я, видимо, не накопил, не стал богатым, потому что не знал твоих классных финансовых инструментов. Или там, ну это там, вы там, инвесторы, вам легко говорить. Я говорю, да нет, смотри, как интересно. Я говорю, вот возьмем даже 7, там, или сколько, облигации сколько сейчас дают? 8 же дают в рублях. Ну у нас 7,5 процента, по-моему, ключевая ставка только. Ну да, то есть, ну как минимум 8-9 процентов можно спокойно облигации найти. Это будет и надежнее, чем депозит, и доходней, и ликвидней. Вот, и в принципе, если раз в месяц докидывать туда, ну какую цифру напишем? 30 тысяч рублей, как думаешь, в месяц люди могут откладывать или меньше поставить? Ну пусть будет меньше. Давай 15. 15 тысяч рублей каждый месяц человек добавляет, и в принципе мы рассчитываем. Вот, в целом, если даже не смотреть на цифры, кто-то просто любит цифры, я вот визуал, например, и мне можно даже цифры не показывать. Если я вижу, что серенькое – это то, что я вложил сразу, оранжевое – это то, что я пополнил, а зелененькое – это то, что мне прилетело непонятно откуда, благодаря каким-то волшебным способам. То есть, в принципе, вот и все, что надо понять вообще про инвестиции, друзья. Вот это и есть те 20 процентов усилий, которые принесут вам 80 процентов результата. Ну а если в конкретных цифрах кто-то слушает, в дороге, то откладывая по 15 тысяч рублей в месяц, даже под супер-мега-консервативные инструменты в рублях, то есть у вас, по идее, должно быть 16 миллионов рублей. Но если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, есть ли у 55-летних людей 16 миллионов рублей, понятно, что они нам ответят. А это, кстати, неплохой пассивный доход. Хорошо, ну давай тогда перейдем к инструментам, какие инструменты надо вкладывать, чтобы получить вот такую доходность. Ты уже сказал, что вот есть вариант с облигациями, какие конкретно покупать, что покупать, откуда люди знают, они же не знают, где их покупать, зачем их покупать. Это все, это все к тебе. Юрий знает, Юрий знает, что конкретно покупать. Вот, не, я тоже знаю, конечно. Вот, а просто дело в том, что перед этим я хотел бы, с твоего позволения, еще пять минут. Давай. Тему такую, как риск-менеджмент затронуть. То есть, все-таки, если мы говорим, почему, кстати, еще люди пугаются цифры 25, там, 20 лет вперед. Нет, понятно, если человеку уже 50, да, может, он действительно не мыслит на 25 лет вперед. Но, в целом, лет на 10-15 смело можно мыслить. Да, то есть, потому что может что-то случиться. Вот. Ну, я могу вам сказать, что обязательно что-то случится. А если у вас горизонт инвестирования, там, 15-20 лет, обязательно что-то случится несколько раз. Вот. Вот, черные, стайка черных лебедей каждые 5-6-7 лет будет прилетать. Белые тоже будут прилетать, вот, но черные обязательно. Да, и как они будут называться, неважно. Там, СВО или пандемия, или там, кризис доткомов, не имеет значения. И дефолт. Ну, да, да, да. И всегда мы к этому не готовы. Да, это как зима в России. Всегда она наступает неожиданно, хотя мы все знаем, что в декабре она наступает, да, но коммунальные службы не готовы. Вот. Неожиданно выпал снег, неожиданно в декабре. Ладно, а, в общем, к чему я? К тому, что и вот хорошая идея подготовиться, да, подготовиться хотя бы к тем рискам, от которых мы можем быть защищены. То есть это подушка безопасности обязательно. Я считаю, ну, и мировой опыт, да, написанный там кровью миллиардов людей, да, говорит о том, что все-таки без подушки безопасности плохая идея начинать инвестировать. Соответственно, и, на самом деле, без страхования жизни, тоже такая отдельная огромная тема, то есть тоже не очень хорошая идея начинать инвестировать. То есть, ну, как минимум для того, чтобы, для того, чтобы, если что-то случится, не дай бог, там, уход из жизни, инвалидность, онкология, переломы, операции, чтобы руки не засовывать свои же инвестиции в свой бизнес или в свои, там, объекты недвижимости, инвестиции в бизнесов и так далее. Да, то есть защита. Это называется риск-менеджмент, по-русски это управление рисками. То есть риски есть всегда и везде, кто бы я, кто бы что ни говорил, даже я с Юрой, то есть риски всегда и везде есть, все, то есть нету такого слова, как гарантия, есть слово риск-менеджмент, то есть рисками можно уметь управлять. По-моему, даже у какой-то из крупнейших форчин, что ли, форчин, то есть управляющих зарубежных компаний, такой девиз, создаем будущее. Хорошо, а что имеете в виду под страхованием жизни? Инвестиционное страхование жизни или просто застраховать от несчастных случаев? Да, ну есть 43 вида страхования, это одна из моих любимых тем. Да, 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 то есть я просто начинал свою, так скажем, карьеру, что ли, любовь к финансам, работал в пенсионном фонде, потом в страховых компаниях, инвестиционных компаниях и вот потом понял, что хорошо бы все это вместе объединить и давать людям эту системную пользу. Так вот, 43 вида страхования, мы можем отдельно на это поговорить, но если коротко отвечать на этот вопрос, инвестиционное страхование жизни, как бы его там набью или не регулировало, да, то есть все-таки мы считаем, что это такой немножко так себе инструмент, ну то есть там есть свои плюсы и минусы, как и в любом на самом деле виде. То есть есть варианты накопительного страхования, есть рискового страхования, вот, есть медицинское страхование, есть страхование от критических заболеваний отдельно, да, то есть, но опять же, возвращаясь к международным канонам финансовой грамотности, вот, или там финансовых аксиом к системному этому подходу, все-таки инвестор или там человек, который зарабатывает деньги скорее даже, да, и, кстати, если в вашей семье зарабатывают несколько, и муж, и жена, например, да, то, в общем, человек, который приносит деньги, в семью, кормилец, да, то есть хорошо бы, чтобы он был защищен как минимум от трех основных рисков, то есть это уход из жизни, желательно по любой причине, вот, это важно, потому что есть нюансы там, есть несчастные случаи, есть любая причина, вот, второе, это инвалидность, и третье, это критические заболевания, ну, такие, как там, рак, инфаркт, инсульт, ВИЧ, спит, паралич, там, и так далее, вот, то есть, хотя бы эти три, то есть, как я иногда говорю, для робокопов, если вы считаете себя робокопом, можете еще застраховаться от переломов ожогов, там, от хирургических вмешательств, там, ну, короче, можно много чего застраховать, но для инвестора, для человека, создающего капитал, три риска, то есть, хорошо бы быть, чтобы они были защищены, уход из жизни, инвалидность и критические заболевания, вот, то есть, а так, это отдельная большая тема, вот, единственное, что скажу, цифру одну скажу, хорошо бы, что эта цифра страхового покрытия, страхового покрытия, была не меньше пяти годовых расходов, пяти годовых расходов, да, 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 интрига, вот, и тут мы, правда, спускаемся еще ниже в этой системе, прежде чем инвестировать, такой вот я занудный, вот, доинвеститься, видите, надо еще дорасти, как я считаю, не потому, что там кто-то умнее или нет, просто я говорю, есть, видите, мы сразу зацепились за слово расходов, то есть, так же, как и подушка безопасная, да, там, 3-6 месячных расходов, или сейчас лучше иметь 9 месячных расходов, соответственно, и тут же встает вопрос, а сколько расходов, то есть, а какие у вас расходы, и тут мы опять спускаемся еще чуть ниже, да, прежде чем строить, я это называю финансовый дом, то есть, фундамент, потом этажи, то есть, нужно сначала теперь понять, сколько дохода и расходы, но это тоже отдельная тема, просто имейте это в виду, вот, так вот, 5 годовых расходов, если семья расходует 100 тысяч в месяц, умножаем на 5 и на 12, 6 миллионов рублей, то есть, это та сумма по-хорошему, на которую, там, в зависимости от того, кто смотрит, да, если там жены, там, ваши мужья, да, если у вас расход 2, ну, умножайте на 2, если там 50, делите на 2, 100 тысяч просто красивая цифра, ее можно умножать, делить, да, то есть, 6 миллионов рублей, то есть, подушка безопасности должна быть в районе 6 миллионов рублей, вот, видишь, нет, это разные два инструмента, абсолютно разные, вот, я всегда, я всегда привожу пример, ну, так вот, мой мозг устроен, что я, видишь, привожу примеры, то есть, не надо пытаться микроскопом копать землю, то есть, потому что для этого существует лопата, а еще лучше экскаватор, то есть, а люди, то есть, подушка, это для того, чтобы что-то, если случится с бизнесом, ну, если бизнес рухнет или работу уволят, то есть, поэтому она и составляет 3-6 месяцев или 9, что, ну, это все, знаете, да, а страховка, она для того, чтобы, если муж не вернулся вечером домой, а жена осталась с двумя детьми, в среднем, по статистике, ну, нет, он может остаться и жив, да, но, например, не дай бог превратиться в инвалид, да, ну, такие темы мы поднимаем, ну, потерял возможность работать, да, 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 то есть, и тогда в среднем, по статистике, по статистике, семья выходит на прежний уровень жизни, то есть, да, конечно, сейчас можно освоить работу онлайн, там, и так далее, но уровень жизни выходит семья в среднем за 5 лет, то есть, какая-то семья выйдет на прежний уровень жизни, какая-то никогда не выйдет, вот, да, потому что, если там жена была фотомоделью, а муж был, у мужа было 17 бизнесов, да, то есть, не все они передадутся там по наследству, вот, то есть, там как-то, да, то есть, чаще всего уровень жизни падает, да, поэтому в среднем вернуться на прежний уровень жизни, то есть, такая мировая статистика за 300 лет, То есть в среднем 5 лет. Кому-то 3 года, кому-то 7 лет, но в среднем 5 лет. Поэтому разумно было бы. Понятно, что лучше затраховаться хотя бы на 2-3 миллиона рублей, чем на 0. Но в целом такая финансово-грамотная цифра – это 5 годовых расходов. Понятно. Окей. Да, это был риск менеджмент, но это тоже отдельная большая тема. Да, да, да. Соответственно, что теперь тогда переходить к… К инструментам, да. К инструментам, да. То есть тут, возвращаясь к нашему началу разговора о том, что все мы разные. Кто-то любит творог, кто-то помидоры, у кого-то аллергия на молоко. Да, то есть все мы разные, поэтому хорошо, что инструментов много. Кстати, где-то слышал такую цифру, что в мире существует 63 тысячи разных финансовых инструментов. Ну, отчет такого, да. Да, это я к тому, что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, да, то есть и поэтому иногда люди думают, что они сами разберутся в финансах, да, и не нужно прибегать к таким там классным специалистам, как Юрий, как Константин и так далее. Да, то есть, конечно, эффективнее и безопаснее и быстрее, короче, и другие прилагательные, да, эпитеты. То есть все-таки делать это с кем-то, чем с самым. Так вот, подобрав, если вы грамотно выстроили финансовый план, я могу даже тоже показать, могу показать, потому что кто-то опять же визуал. Да, то есть я всегда делаю три сценария, то есть тоже вот я то, о чем я говорил, ничего страшного, если вы сделали план, и он там, его перевыполнили. Поздравляю, значит, хорошо иметь амбициозный план. Или недовыполнили, да, значит, минимально. Да, потом накладывается это все на горизонт инвестирования, естественно, вот, прорабатываются вот те цели, там, вот более трех лет, менее трех лет, прорабатываются сценарии, закладывается обязательно инфляция, доходность, курсы, там, разные варианты, там, продажи квартиры или, там, наоборот, увеличение дохода. О, кстати, одна из вещей, которая дает финансовый план, это часто люди в первый раз в жизни понимают, сколько же им надо зарабатывать на самом деле. Вот, да, да, да. Потому что часто, да, бизнесмены, они строят бизнес, чтобы строить бизнес, а инвесторы инвестируют ради того, чтобы инвестировать. Такая странная идея. Да, то есть все-таки есть конкретные цели, да, и, может быть, бизнесмен зарабатывает, там, 560 тысяч в месяц, вот, а по финансовому плану. Ему нужно зарабатывать, там, не знаю, там, 582 тысячи, вот, и он, для него это не составляет труда, то есть ему просто нужно, там, с маркетингом что-то сделать. Да, и люди очень, это, вот, что дает финансовое планирование, одна из вещей, это, так скажем, такие прекрасные слова для многих, если вы это смотрите в 22-23 году, это уверенность в завтрашнем дне, или, так скажем, свет в конце туннеля. То есть вы, наконец-то, в первый раз в жизни чаще всего понимаете, ага, вот, то есть вот он, то есть пошаговая инструкция, делай раз, два, три, получишь 4, 5, 6. Вот, а не колеси на бега, где что-то там происходит, а к чему это приведет, непонятно. Да, так что планы всегда хорошо, планы хорошо. А, вот, ладно, я к чему, я сейчас про инструменты как раз, потому что, да, потом вот здесь активы-пассивы, иногда можно из пассива-пассивы превратить в активы, очень часто у людей. Вот, ну, это тоже отдельная прям тема. Да, какие-то обязательства, их тоже можно оптимизировать. Это, кстати, тоже, возвращаясь вот к этому кирпичику фундамента дома, финансового дома, под названием введение доходов-расходов, это не знание, то есть, а то некоторые думают, что это, типа, о, это нужно, это сейчас Константин Назаркин будет мне заставлять ввести расходы, чтобы я знал, сколько у меня жена на тряпки тратит, на одежде. Нет, это не для этого, то есть, это цифры, то есть, просто две крылатые фразы скажу и двинемся дальше. То есть, это просто напрямую относится к инвестициям, потому что, когда человек приходит и говорит, о, Константин, привет, у меня есть там 2 миллиона 700 тысяч, там, и там, я хочу конкретно, там, через 11 лет иметь, там, вот, как ты говоришь, там, 5 тысяч долларов в пассивном доходе. Вот, как у него красиво все складывается, вот, а как только я его не спрашиваю, типа, ну, а сколько доходов-расходов? Ну, он говорит, ну, примерно, примерно 350, там, тысяч, там, расход, там, 450, там, 470, может быть, иногда 520 доход. Вот, я говорю, ну, тогда, тогда смотри, тогда твой финансовый план очень легкий. Я говорю, у тебя будет пассивный доход, может быть, 5 тысяч долларов, может быть, 3 тысячи долларов, может быть, к 50 годам, может быть, к 98 годам, вот, как-то так, вот. Я говорю, ну, то есть, просто несправедливо получается, что хотят люди достичь конкретного, вот, а конкретно измерить то, что есть сегодня, или, например, там, то есть, подскока ипотека, и можно ли ипотеку, там, рефинансировать и снизить финансовую нагрузку, и, вспоминая Вову и Диму, там, каждые 300 долларов превращаются, там, в несколько десятков тысяч долларов через те же, там, 15 лет, например. Вот, когда вот человек вот эти цифры понимает, а, фразы я обещал, вот, первая фраза, ее подарили мне мои клиенты-предприниматели, что мы не можем повлиять на то, что мы не можем измерить, и, наоборот, мы можем повлиять исключительно только на то, что мы можем измерить. Да, хорошая фраза. Да, ну, это факт. Я даже недавно ходил на какой-то тренинг, и я просто был в шоке, когда, когда девушка сказала, типа, о, там, много лет не могу выйти замуж. Ну, понятно, что это немножко утрированный вопрос, который сейчас прозвучит. Что спросил у нее бизнес-тренер? Он спросил, сколько свиданий ты, на сколько свиданий ты сходила за последний месяц? Она сказала, ноль. Она говорит, тадам! Ну, то есть, все можно измерить. Да, то есть, и, казалось бы, как это связано? Да напрямую, ну, блин. Нет, точнее, он даже спросил за полгода, по-моему. Она говорит, ноль. Она говорит, ну, вероятность, как в анекдоте, ну, ты хоть билет лотерейный купи, да? Вероятность... Как ты попал на этот тренинг? Ну, ладно, это другая фраза. Нет, там было не только об этом. Тренинг личностного роста. Просто всегда микрофон кто-то берет. Хорошо, да. Да. Так вот, соответственно, посчитав, что вы хотите и так далее, то есть, есть инструменты, делятся на три корзинки, ну, в нашем понимании, в понимании такого международного консалтинга финансового. То есть, это регулярная корзина. Великий и могучий русский язык нам поможет. То есть, от слова регулярно. Это когда вы из дельты положительной разницы между доходами и расходами можете регулярно что-то откладывать. Ну, например, у вас остается, там, 30, 50, 100 тысяч рублей каждый месяц свободных денег. Ну, вот. И под это существуют отдельные инструменты. То есть, например, там, то же самое накопительное страхование жизни, там, английский метод инвестирования. Вот. А, в принципе, брокерские счета, если вы очень дисциплинированный, да, то есть, человек, да, и каждый день делаете зарядку и бегаете, типа, утром по 5 километров, последние, там, 5 лет и ни разу не пропустили ни одно утро, вот. То, в принципе, брокерские счета тоже можно рассматривать тогда как регулярную корзину, если очень дисциплинированно ее пополнять. Вот. Или, в принципе, если у вас каждый месяц хватает денег на то, чтобы купить квартиру, да, то, на это утрирование, да, то, в принципе, тоже регулярно. От слова регулярно. То есть, рентная корзина от слова рента, рантье, то есть, если вы уже что-то сдаете, вот, соответственно, ну, хотя, опять же, тоже депозит, он может относиться к рентной корзине. Ну, да. Это пассивный доход, в принципе, да? Да, да, пассивный доход. То есть, что-то приносит дивиденды, пассивный доход, там, в общем, какие-то купоны и так далее. То есть, рента, вот все, что связано с рентой. То есть, каждая, вот Юра уже начинает понимать, что каждая из этих корзин начинает обладать какими-то свойствами. То есть, потому что очевидно, что в рентной корзине не будет у вас доходности 70% годовых. Да, то есть, особенно, если вы хотите, чтобы они были гарантированы на 15 лет подряд всегда. Да, да, так что будьте аккуратны с большими цифрами. Да, то есть, ну, однако, это, типа, постоянно. Ну, опять же, возвращаясь к депозиции, например, или облигациям, да? То есть, у всего есть своя цена. Да, да, для тех, кто хочет погорячее, есть активная корзина. Да, то есть, от слова активна. Она активна чем хороша? Тем, что ее можно там туда-сюда что-то там наполнять, можно поиграться, да, там, и на какую-то часть капитала, если вы даже консервативный инвестор, там, может быть, на 10-15% от всего капитала зайти там в крипту, в IPO, или куда-нибудь еще, там, какой-нибудь бизнес к другу, вот, который обещает вам, там, 90% годовых. Вот, но еще раз, будьте аккуратны, вспоминайте, то есть, как сегодня мы с клиенткой общались, то есть, вспоминайте, как-то, чуть-чуть надо подняться в космос, в общем, над своей ситуацией, и снаружи на нее посмотреть. То есть, не узко мыслить, а вот полностью. Да, поэтому, отвечая на вопрос про инструменты, здесь, естественно, все подходит под разные корзины. Да, и, в принципе, если у человека создал подушку, либо создает подушку, сделал страховку, разобрался в доходах, расходах, активах и пассивах, сделал свой риск-профиль, ну, риск-профиль, это, короче, если вы поняли сами, приняли и, желательно, подписали бумажку, на какие риски вы осознанно готовы, не так, что, типа, а, мне лишь бы приросло, там, вот, там, давай максимальный процент, как у вас, осознанно. Да, то есть, дальше разобрались, навели порядок в финансах, поняли, что у вас есть дельта 100 тысяч в месяц, и, там, капитал, не знаю, где там, сколько-то миллионов рублей, да, то есть, дельту можно отправлять вот сюда, то есть, а капитал можно сюда или сюда. Вот, естественно, опять же, выстраивая дальше, выстраивая дальше какие-то стратегии, опять же, самостоятельно, либо с экспертами, что за стратегии, то есть, это значит, что, если мы посмотрим на декабрь 2022 года, например, да, то есть, вам нужно либо сыграть в Вангу-предсказательницу, вот, и такие, ну, давай все 6 миллионов, пора скидывать в фондовый рынок, вот, либо выработать стратегию, что, так, слушай, ну, с точки зрения, там, мировой экономики, там, вроде бы мы уже упали, неважно, про какой рынок мы говорим, про российский или про зарубежный, вот, да, и, соответственно, и типа, ну, да, может быть, еще упадем, вот, да, поэтому давай не будем пороть горячку и использовать метод усреднения и, например, разделим ваши 10 миллионов, там, на 3 или 4 части, и, там, решим, что каждые 3-4 месяца будем потихонечку, естественно, консультируясь с экспертом, заходить в фондовый рынок, ну, например, вот, короче, у каждого какая-то своя стратегия, как он решает, вот, ну, а инструменты, в принципе, что конкретно, ну, что еще конкретнее сказать, то есть, я, как бы, общее... Ну, вот, совсем, это, все-все-все, это общее, как-то, вот, люди говорят, там, ну, типа, в долларах или в рублях хранить, а может, в юанях. А, ну, конкретнее, я понял, да, то есть, я, я вижу такое, это то, что чем отличаются... Размазался немножечко, да. Чем отличаются финансовые консультанты, тем, что они конкретно их рекомендации, да, не являются... Размазал все вот так вот, и все. Не, ну, я не размазывал, я просто... Да. Нас смотрят разные люди, да, поэтому, что конкретно? Конечно, мы верим в твердые валюты, да, то есть, опять же, сейчас буду размазывать, да, то есть, почему? Потому что, если вы привержены рублю, супер, просто примите на себя эти риски, вот, под твердыми валютами мы не только подразумеваем, ну, я почему говорю мы, потому что я не один этим занимаюсь, вот, а еще и команда экспертов, да, то есть, естественно, там есть даже табличка, можно ее легко найти в открытом доступе, финансовых резервов всей планеты, ну, короче, всего мира, да, и 63, 63 процента всех накоплений, всех стран находятся в долларах, вот, ну, точнее, чаще всего мы с тобой знаем, что они находятся в этих торжерях, да, в общем, в облигациях США чаще всего, то есть, да, поэтому, это я к чему, к тому, что, кстати, рубль, он где-то там между бразильской и африканской валютой находится, как резервная валюта, не помню даже на каком месте, но, в общем, не в первой двадцатке точно. Это не означает, что не надо инвестировать в рублях, то есть, если вы живете и тратите деньги в рублях, то, в принципе, процентов 40, ну, а для кого-то, может быть, если там, у человека маленький горизонт инвестирования, да, и в виде там волатильность, там, доллары, например, а у него там горизонт инвестирования 5 лет, может быть, и 70 процентов от всего капитала, да, можно, в принципе, инвестировать в рублях, вот, но для тех, у кого горизонт побольше, там, 10-15 лет, то есть, в принципе, смело процентов 40 можно инвестировать в рублях, может быть, 30 даже, вот, остальное в более твердых валютах, будь то доллары, в евро мы не особо сейчас верим, вот, соответственно, можно те же самые юаней, либо франки, например, вот, то есть, ну, так было распределить, и, в принципе, да, есть еще категория людей, которые верят в тейблкоины, тоже такая валюта теперь есть, да, то есть, в принципе, тоже неплохо, если вы в этом разбираетесь, если вы предусмотрели все там виды холодных кошельков, если вы четко понимаете, осознанно это делаете, и так далее, вот, то есть, то есть, то есть, везде нужна осознанность, да, то есть, в принципе, вполне, то есть, вполне. Ну, а как в долларах сейчас, вот, например, копить, если сейчас все подключали, то есть, во-первых, смогу ли я отложить в долларах, во-первых, а во-вторых, смогу ли я назад забрать в долларах? Да, мы как раз с тобой за кадром обсуждали, да, то есть, варианты, что, на самом деле, вариантов-то много, то есть, никто не запрещает вам какие-то карты открыть, например, зарубежные, то есть, ну, слово зарубежные, я подразумеваю, например, такие прекрасные страны, как Армения, Грузия, Узбекистан, Киргизия, там, Казахстан и так далее, да, то есть, это такие же зарубежные счета, вот, где нету никаких ограничений, да, и спокойно там можно хранить и доллары, и любые другие валюты, и даже конвертировать, еще если открыть банки, в которых есть брокерские счета, вообще конвертировать можно по курсу биржи, а не по курсу банка, вот, и в целом тоже хорошая идея, вот, ну, для более богатых, так скажем, людей, ну, или тех, кто там решил это сделать, да, релокация, такое модное слово, да, вот, соответственно, уже многим известное, то есть, например, кто-либо уже подумывает, куда-то переехать, там, в Канаду, в Аргентину, в Мексику или еще куда-то, да, то, в принципе, можно спокойно открывать либо ВНЖ, либо ПМЖ, ну, то есть, вид на жительство, либо какую-то компанию за рубежом, в принципе, там, ну, не так уж это сложно и дорого, на самом деле, там, от тысячи до десяти тысяч долларов, там, все удовольствие, ну, смотря в какой стране, вот, если это, конечно, уже гражданство, да, там уже чек, там, 250, 300, 400 тысяч долларов, то есть, получив второе гражданство, вам никто точно не запрещает, да и даже вид на жительство, да, открывать счета в других странах, да, и спокойненько туда перемещать эти деньги, да, ну, это не является инвестиционной рекомендацией, это не призыв к тому, что надо куда-то, там, бежать и вывозить капитал ни в коем случае, то есть, если вы так решили, да, и следующая часть своей жизни видите, что вы будете переезжать, ну. Ну, я считаю, что на всякий случай для безопасности нужно иметь и там, и там что-то. Абсолютно, поэтому это и называется запасной аэродром, да, конечно, да, поэтому в целом я считаю, что даже наличка у вас дома, то есть, если у вас дома лежит, там, пять, десять, там, двадцать тысяч долларов, в этом нет ничего плохого, то есть, и даже отвечая на возражение, ну, Константин, а вдруг запретят доллары, ну, хорошо, а где их запретят? Здесь, в России, то есть, ну, если их здесь запретят, ты берешь их просто, едешь в соседние любимые страны, типа Беларусь или Казахстан, да, и там покупаешь ноутбук себе, да, то есть, там, ну, и привозишь его сюда, то есть, ноутбук же никто тебе не запрещал. Да, понятно, что если мы говорим про большие суммы, там уже другие схемы, но я их уже назвал. Да, поэтому в целом, еще раз, сейчас, как никогда, это во всех учебниках было написано, но, наконец-то, петух клюнул, и, как никогда, сейчас очень важное слово, это вот эта вот диверсификация, да? Диверсификация, наконец-то, да. Диверсификация по странам, по видам активов. Конечно. То, что я говорю по, ну, там, часть недвижимость, например, часть в акциях, часть в облигациях, там, какие-то, вот, и здесь риски надо рассматривать, конечно же, вот. Ну, по сути, это единственный сейчас такой правильный способ, как-то, я это называю полюбить, полюбить что-то другое. Если вы всю жизнь любили недвижку, полюбите фондовый рынок. Если вы всю жизнь любили фондовый рынок, полюбите, там, страховые продукты, или, там, не знаю, какие-нибудь английские методы инвестирования, еще что-то. А что такое английские методы инвестирования? А английские методы инвестирования – это инвестиции через страховые оболочки. То есть… А, понятно. Накопительное страхование жизни, типа, инвестиционное страхование. Ну, да, вот, когда я говорил, что существует 43 вида страхования, о, да, то есть, это вот один из них – это ненакопительное страхование и неинвестиционное страхование. То есть, оно, как бы, отдельным видом, так и называется, unit-linked insurance. То есть, там вы инвестируете в фондовые рынки, потому что в накопительном страховании доходность на вложенные деньги будет где-то от 6 до 7 процентов в рублях, вот, ну, и то, там, комиссия еще своей страховая компания возьмет. Вот, не будем сейчас дискутировать на эту тему. В общем, в инвестиционном страховании жизни вообще может быть ноль, вот, по факту. Да, ну, может быть, и что-то там, что якобы подобрали вам красиво. А в unit-linked там фонды. То есть, такие великые… То есть, мы через страховую компанию инвестируем в фонды. В фонды, да, ETF-ы, фонды, BlackRock, JP Morgan. А в какие фонды можешь перечислить? Мы можем инвестировать, там, скажем, BlackRock какой-нибудь. Да, BlackRock, JP Morgan, Fidelity, Invesco. То есть, вот вообще, вот эти вот все, все-все-все фонды, да? Ну, такие самые топовые. А в Berkshire нет, нет, в Berkshire там нету. Ну, может быть, нет, то есть, нет такого, нет, не помню, нет, чтобы… Там, на самом деле, всего несколько компаний, которые работают с россиянами. Вот, не припомню, что было в Berkshire. Понятно, да. Ну, основные вот эти вот работы. На S&P 500 есть, да, да, Fidelity, JP Morgan, там, BlackRock, да, Invesco, iShares, да, все это доступно. Все это есть, понятно. И это, на самом деле, по сути… И какие суммы туда надо вот переводить, там, ну, скажем, ежемесячно или раз в год? Это какой с частотой? Да, это человек сам выбирает, с какой частотой. Опять же, как я говорю всегда, в зависимости от финансового плана. То есть, можно выбрать раз в квартал, раз в месяц, раз в полгода или раз в год. Более того, можно сразу на несколько лет вперед закинуть. Вот у меня сейчас была клиентка. Она, кстати, молодец. Ну, как, молодец или нет, мы узнаем чуть позже. Но, в целом, она такая говорит, блин, Константин, чувствую, доллар вырастет. Не является инвестиционной рекомендацией опять. То есть, чувствую, доллар будет дороже. Да, и вот как раз было это месяца полтора назад. Да, да, да. Давай положим заранее, да. Да, да, давай сразу на три года вперед положим, да, и по тому курсу. И это тоже круто, на самом деле. Ну, ладно, в общем, отвечая на вопрос, да, то есть, в целом, вот... А, суммы, ты спросил суммы. Суммы, на самом деле, вот этот пример с Димой и Вовой, вот, он, на самом деле, вот как раз с 300 долларов, даже с 250 смело можно начинать. То есть, по сути, я считаю, что, ну, если не каждый, кто смотрит это видео, то процентов 80 из вас могут себе позволить... 250 долларов, это сейчас сколько, не знаю, ну, меньше 20 тысяч рублей. Вот, то есть, наверное, многие могут по 20 тысяч рублей. Опять же, видите, при условии, что они намерены, помните, я говорил, то есть, не так, что, типа, они такие, ой-ой-ой, надо что-то делать. Ну, ладно, начну с января. Вот, типа, а такие, надо что-то делать, вот, начну с чего-то делать. То есть, не обязательно иметь миллионы долларов, чтобы начать инвестировать, даже в такие крутые компании, как BlackRock, там, там, S&P 500, там, ну, и там, и так далее. А как себя заставить это делать? Это мой любимый вопрос. Это мой любимый вопрос. Вот, первое, давайте, пользу еще немножко дам. Прям запишите, то есть, я прям искренне заставляю и рекомендую всех, с кем я работаю, общаюсь. Книжка, книжка такая есть, она, я считаю, это, в принципе, одна из важнейших книжек в жизни каждого человека. Она вообще не про финансы, но инвестировать, я считаю, без этой книжки очень плохая идея, а может быть, даже и запрещено. То есть, книжка, она в открытом доступе, есть бесплатная, без проблем. То есть, называется, автор Келли МакГоннигл, называется «Сила воли, как ее развитие укрепить». Вот, да-да-да. Ну, в общем, это ответ на твой вопрос, по сути, да. То есть, «Сила воли, как ее развитие укрепить». Еще раз, казалось бы, книжка вообще не про инвестиции, но вспоминаем мой пример, когда я сказал, выйдите в своем городе на улицу и опросите всех людей, которым 55, там, 65. Есть ли у них хотя бы 16 миллионов, там, или там, 25 миллионов, они чаще всего ответят «нет». То есть, и не потому, что они не хотели, говорят, что хотели, вот, а потому, что действительно не было… Не могли себя заставить. Да, не могли себя заставить, да, или там не было человека рядом. Вот есть такой еще тоже хороший пример, что в мире нету ни одного олимпийского чемпиона, вот, за всю историю, кто стал бы олимпийским чемпионом без тренера. То есть, ну, неужели вы думаете, что спортсмены не знают, что им нужно встать в 5 утра, пробежать 10 километров, потом 20 раз приседать, вот, знают. Но вот этот взгляд со стороны, взгляд со стороны, вот, он важен. Вот, так же и финансово. Поэтому, как себя, давайте, как себя заставить, поехали. Первое, записывайте чек-лист, четко, четко, четко и еще раз, четко прописать свои, не навязанные, а свои цели, которые вас зажигают. Это, ну, уже дыру проели во всех книгах и на всех семинарах, и опять на канале Юрия Демиткова, опять, опять про цели, да. То есть, но это очень важно. То есть, нужно, чтобы вы захотели цели достичь. И пропишите их куда-то, и вот, пересматривайте периодически. Вот, соответственно, второе. Соответственно, ну, да, дальше, либо выработать себе железную силу воли и дисциплину, либо нанять человека, да, который будет вас, ну, там, сейчас куча специалистов, финансовые консультанты, коучи, психологи, кстати, вот. То есть, вот этот пример, да, то есть, он таким образом, он заставлял эту девушку что-то делать. Да, ну, ладно, в общем, к чему я? К тому, что коучи, психологи, да, и так далее. То есть, тренинги, сейчас модные тренинги с ценой слова. Кстати, очень классная идея. Вот, ну, как классная? Она больше для мальчиков, наверное. То есть, цена слова. То есть, я, опять же, не то, что я это рекомендую, но, в целом, это может быть публичное, публичное заявление, что, все, я скину 15 килограмм к апрелю 2023 года. А, публично заявить об этом. Да, то есть, и напишите это вот в пост в запрет грамме или мордокнига, вот, в общем, где-нибудь в соцсетях. Да, то есть, увидите, вот вы увидите, как это круто работает. Вот, если этого мало, тогда нужно кому-то, чужому человеку, расписку какую-то. Если, там, я не буду каждый месяц откладывать по 30 тысяч в месяц, то побреюсь наголо, особенно для девушек актуально. Или, там, например, там, буду мыть подъезд месяц, каждое утро. Или, там, устроюсь в Макдональдс на два дня. Ну, короче, пообещайте какую-то, там, поцелую бомжа. Вот, отличная цена слова, кстати. Ну, ладно, я там фантазии дальше сейчас не буду. То есть, вот, если, опять же, хотите сами себя как-то смотивировать, и не получается. Ну, я хотел сказать, что еще есть вот, просто ты мне предлагал такой инструмент, как финансовый инструмент с регулярным пополнением, когда просто сама компания списывает с твоей карты, то я уже согласен, что она списывает с твоей карты, ну, регулярно, там, по, сколько там, 200, 250, вот эти пресловутые долларов. Есть просто такие инструменты, и все. И ты знаешь, что тебе нужно к концу месяца для этой компании просто приготовить вот эту сумму. Иначе будет плохо. Иначе будет штраф. Да. Это опять, видишь, опять цена слова, да, штраф. Спасибо, Юр, на самом деле, да, я сам пользуюсь такими инструментами уже седьмой год, и мои клиенты тоже, и, наверное, они очень благодарны. Очень хороший инструмент. Да, то есть, ну, это как раз вот как, то есть, я сейчас просто перечислял... То есть, это как кредит, только наоборот. Когда люди берут кредит, они знают, что вот им вот в этом месяце надо отдать за кредит, иначе будет штраф, там, штрафные санкции и так далее. А здесь наоборот, то есть, ты не берешь кредит, а даешь кредит самому себе и сам себя штрафуешь за то, что ты не дал. Это прекрасный инструмент, мне кажется, вообще. Шикарно, абсолютно, абсолютно, да, абсолютно согласен, да, это вот как раз, как ты говоришь, в этот торжественный момент сложно не сказать о себе, да, как раз, это как раз тот способ, который, я говорю, когда вы с финансовым консультантом работаете, да, то он вам дает инструмент, да, то есть, например, вот такой, про который Дима... Великолепный инструмент, вообще. Про который Юрий говорит. Да, то есть, да, и там действительно, то есть, автоматическое списание – это хорошая идея. Да, да. Да, это очень хорошее, когда с вашей карты списывают вами же установленную сумму, например, там, 250 долларов, 300, 500. Да, да, и все, то есть, все шикарно вообще. Да, это действительно есть такие истории, и на самом деле не зря они в той же Японии, там и так далее, не зря они существуют на планете. У тебя есть какая-нибудь история успеха? Историй успеха очень много. Клиентов. То есть, да, истории успеха очень много, но они все, знаешь как, не закончены в большинстве случаев. Почему? Потому что, видишь, моя цель, то есть, и цели клиентов, то есть, я пока еще не встретил, у меня даже есть клиенты, которым 60, 62, вот, и даже они приходят ко мне и говорят, Константин, мы будем с вами составлять финансовый план, там, на ближайшие, там, 8-9 лет, типа, то есть, и, а так как я этим занимаюсь всего, да, 9 лет, и там, а клиентов, там, начал сопровождать, там, 7 лет и так далее, то есть, большинство из них все-таки они более молодые, да, и поэтому такие цели, как, там, покупка новой автомобиля или, там, улучшение жилищных условий, конечно, у многих реализовалось, вот, соответственно, а вот, например, пассивный доход, да, кто-то либо уже на него вышел, либо его увеличил, но конечная цель, например, когда человек хочет, там, иметь, там, 2-3 миллиона долларов, да, иметь, там, пассивный доход, сколько там получается, ну, пускай, даже те же 10 тысяч долларов в месяц, то есть, она еще не завершена, то есть, не у всех завершена, но, однако, вот я сейчас вспомнил буквально на позапрошлой, по-моему, неделе, я же еще провожу сервисные встречи с клиентом, это вот, кстати, ответ на вопрос не только найти инструмент, где будут сами деньги списываться, но и найти человека, кто будет сопровождать на этом пути, потому что там же по пути подводок ко мне много, ну, начиная от, работа одна, работа другая, жена одна, там, дети появились, там, там, потом кризис один, кризис другой, и нужно эмоционально тоже кому-то пожаловаться, вот, да, 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 и все равно тоже эффект человека рядом, окружение, как минимум, а у нас еще уже инвестиционный клуб есть, да, то есть, там вообще они делятся опытом, да, и когда они понимают, что, блин, все вроде продолжают строить бизнес и инвестировать, да, там, тоже там, взбодрись и пошел, да, так вот, семейная пара, семейная пара, и они, когда они ко мне приходили, они, у них были даже обязательства кредитные, да, у них там была квартира одна, 5,8 миллионов, ну, там, суммарно, капитал, небольшая такая, в регионах, вот, и сейчас мы с ними посчитали, вот, буквально, это, в девятнадцатом году мы начали сотрудничать, то есть, условно, 20, 21, 22, ну, там, за три с лишним года, сейчас у них капитал 30 миллионов, понятно, что это не только моя заслуга, конечно, они оба работали, они оба избавились от кредитов, они оба начали чуть-чуть больше зарабатывать, как кто-то из твоих коллег, не помню, в ютюбе, говорит такую шикарную фразу, что капитал создается вне рынка, то есть, ну, на самом деле, даже с Вовой и Димой пример, да, и даже, кстати, со сложным процентом, вот в начале видео, когда мы с вами, обратите внимание, что мы не только процент заложили, но и мы заложили, что человек будет пополнять это по 15, там, тысяч в месяц, то есть, это значит, что не только сам фондовый рынок должен расти, и вы такие, о, ура, все, я инвестировал, там, что там, мне сказали в Газпром, и там, Новотек, не является инвестиционной рекомендацией, ну, соответственно, типа, и там само все будет расти, нет, то есть, нужно еще же периодически пополнять, да, то есть, поэтому, когда я говорю, это не значит, что мы нашли с ним инструмент, который в шесть раз увеличил их капитал за три года, нет, это значит, что это совместная работа по финансовому плану, да, и в инструментах, и в, соответственно, в пополнении, ну, и вот, как мы недавно говорили, они увидели, у них, кстати, четверо детей, вот, они, у них, к вопросу, кстати, про цели, у людей, у которых есть дети, у них, часть, с целями все хорошо, вот, да, то есть, у них есть мотивация, они, как бы, четко выполняют эти действия, то есть, это их цели, то есть, я лишь помогаю немножко, ну, да, так что, кейсы есть, вот, они такие, пока, пока я считаю промежуточные, вот, хотя, хотя, конечно, есть клиенты, которые приходят ко мне, да, у них там по полмиллиона, по миллиону долларов, вот, и они вот про вторую корзину рантье, то есть, у них, они уже хотят ренту, ну, да, можно ли это назвать кейс, ну, да, по сути, они пришли, и вот разместили деньги в рентные инструменты, и получают уже пассивный доход, вот, соответственно, так что кейсы разные. Но там тоже диверсификация. Обязательно, это, блин, друзья, это девиз ближайших, может быть, и вообще всегда это был девизом, то есть, еще раз, научитесь или заставьте себя полюбить то, что вы на раньше не обращали внимания, я вот раньше относился там, я говорю, к криптовалютам странно, там, там, сейчас там можно присмотреться, например, вот, там, поэтому я говорю, изучите, в принципе, не так много, то есть, кроме банков что-то изучите, вот, изучите российские рынки, фонды, зарубежные рынки, недвижимость, страховые оболочки, начните хотя бы изучать, и вы увидите, что, вот, ну, единственное, что со временем, да, нужно либо делегировать это время кому-то, вот, либо, потому что если вы сами будете изучать, это все-таки, естественно, потребует времени. Вот я тоже считаю, что надо делегировать, и я прихожу к выводу, что лучше все-таки доверять это профессионалам, профессионалам, конечно. То есть, в управляющие какие-то компании, в пифы, в такого типа. Да, 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 вполне. Ну, давай уже, так сказать, время, я так понимаю, уже подходит к концу, давай, значит, ну, конкретно, вот, коротко, советы, как начинать, куда обращаться, с чего делать, конечно же, я твои координаты оставлю, то есть, людям, если захотят, можно связаться, как-то посмотреть, спросить, по крайней мере. Да, начинается все, я люблю называть себя финансовым доктором, да, то есть, я говорю, начинается все с диагностики, то есть, сначала нужно послушать, что болит на, что жалуетесь. Понять точку А, посчитать свои расходы, доходы. Да, то есть, дать анализ, диагностику бесплатно, да, то есть, чтобы понять, как мы вообще можем быть друг другу полезны, то есть, вас это ни к чему не обязывает, но вы получаете ценность, мы с вами распишем уже какие-то первые шаги и посмотрим, вот, договоримся. А дальше, в целом, да, в целом уже вы сами решите, то есть, как минимум, вы ничего не теряете, да, вы решите, готовы ли двигаться сами, ну, или хотя бы какое-то направление. Иногда людям надо дать направление, они уже идут. Ну, то есть, как минимум, первая цель – это избавиться от кредитов, посчитать, как это можно, да, и как уже начать себя аккредитовать, а не кого-то. Конечно. Да-да-да, хорошая, да, ты правильно опять говоришь. Ну, это еще одна всем известная книга, да, я уверен, что ее все читали, кто нас смотрит. Ну, заплати себе, то есть, самый богатый человек в Веволоне, ты второй раз сегодня уже это говоришь. Да. Действительно, начните платить себе, начните платить себе. Вот. Ну, ладно, спасибо огромное, я думаю, что пора уже завершать, время закончилось. Вот, еще раз, Константин Назаркин, финансовый консультант, был с нами. Спасибо. Спасибо, Юр, спасибо. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok